За счет собственных бюджетных средств городская администрация провела экспертизу дома. Государственная организация установила, дом подлежит восстановлению. Составили смету, нашли деньги, их выделили из областного бюджета и привлекли подрядную организацию. С июля специалисты вышли на объект. Но вот уже месяц, как закончились подготовительные работы, а к основным так приступить и не могут. А кто потом последний ремонт будет делать? Понятно, мы вам не поклеим обои финские, там ламинат не постелим, сантехнику не поменяем. Но то, что они сделают, они заштукатурят и все сделают. Проители будут ходить, допустим, по ламинату, в кирзовых сапогах, да, и что потом будет с квартирой? Вы нам не просто доступ даете. Мы создали комиссию, мы придем и опишем, что у вас на полу, что у вас на стенах, что у вас это, с вашим присутствием. Одни уже мечтают вернуться в свои квартиры, а другие находят массу причин, чтобы не пустить ремонтников в дом. Некоторые работы можно делать только летом. Чем дольше вы не будете пускать в свои квартиры, у нас получится, что основные виды работы со силикатизацией, то есть укреплением фундаментов, уходят в зиму. Зимой эти работы делать нельзя. То есть, деньги в этом году заберут, на следующий год вообще никто ничего делать не будет. Чтобы продолжить восстановительные работы дома, собственникам, которые за ремонт, было предложено подписать обращение к начальнику полиции и в прокуратуру о необходимости обеспечить доступ к жилым помещениям. Продолжение следует...